В этот день я решила собрать яблоки, прежде чем они упадут. Это был прекрасный весенний день, конец апреля. Мы встали поздно, и мой муж ушел на работу, не позавтракав. Я помню, как я отдала ему с собой на работу яблоко. Он улыбнулся и ушел. Прошло только три месяца, как мы въехали в наш новый дом, и, как многие другие семьи, мы жили за счет работы на электростанции. И вдруг прозвучал этот странный глухой звук, как будто что-то взывалось где-то глубоко под землей. Все яблоки сразу осыпались. Я не могла понять, что происходит, и вышла на улицу. Что-то странное оказалось было в воздухе, какой-то необычный запах или привкус металла. Как ни странно, все яблоки были целые. Я не хотела, чтобы они испортились, и сделала яблочный пирог. Тем не менее, привкус остался. Такой странный, непонятный привкус. Мой муж пришел с работы раньше обычного. Он плохо себя чувствовал, все время потел и жаловался на головную боль. Мы победали, и тогда муж рассказал мне об аварии. Мы проводили тестирование реактора по самой поспященной энергии. Я спокойно отключил систему безопасности. Это была обычная процедура. Потом была тряска, огромное давление. Затем произошел взрыв. Я увидел столь дыма, выходящего из реактора. Я никогда не видел таких цветов. Синий, зеленый, фиолетовый. Казалось бы, это радуга была так красива. Уровень радиоактивности был настолько высок, что все начало плавится. Сталь, графит, бетон. И скоро мы сами. Мы чувствовали, как мы боремся с чем-то или с кем-то, но с чем или с кем. Враг был невидим и среди нас. Атом был повсюду вокруг нас, внутри нас самих. Власти решили спрятать атом. Похранить его под землей. Таким образом, сделав почву радиоактивной на тысячелетия вперед. Когда ничего не будет жить на ее поверхности. Ни растения, ни деревья, ни люди, ни коровы. Они сказали, что проблема решена, и следующая станция будет более надежной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...